Представьте себе, что вы бросаете монету несколько раз. Чему равна вероятность, что ровно после второго броска количество орлов и количество решек совпадают? Мне кажется, что даже эта картинка не нужна. Потому что, когда вы бросаете, варианты у вас такие. Можно сдвинуться вверх, сдвинуться вверх. Или вверх-вниз, или вниз-вверх, или два раза вниз. Согласны? Я не пишу перемещение по серв-сис, потому что это бессмысленно. А вот сдвиг вверх или вниз, понятно, что здесь количество орлов и решек неравновесилось, здесь неравновесилось, а здесь все замечательно в равновесии. Значит, вероятность это 2 четвертых. То есть это повторно. Хорошо. Чему равна вероятность ровно, вот так сказать. После одного броска не может равновесить, после трех не может. После четырех. Ровно после четырех. То есть не раньше, а ровно после четвертого броска. Это очень легко делается. Посмотрите, вот эти варианты уже не надо рассматривать. Надо посмотреть, что бывает с верхним случаем. Значит, плюс один, плюс. Слушайте, я на самом деле вот как пишу. Чтобы уравновесилось, здесь надо обязательно, чтобы было вот так. Или минус один, минус один, плюс один, плюс один. И по-другому не бывает. Значит, у нас только два варианта. Но два варианта из какого количества? Из шестнадцатой. Потому что последний на четыре, значит два четвертых вариантов. И получается ответ. Две шестнадцатые, то есть одна восьмая. Хорошо. Теперь смотрим, что будет, если бросать шесть раз. Господа, а вот здесь уже, наверное, имеет смысл рисовать картинки. Я нарисую все картинки, обладающие следующим свойством. Ровно на шестом. Что значит на шестом? Вот у меня вышло на шестом раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот здесь вот маршрут должен закончиться. Как это делается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Согласны? Это одна картинка. Что еще возможно? Раз, два. Так вот вниз сходил. Так, это... Понятно, что вниз то же самое можно, поэтому надо будет на два умножать. Есть еще варианты. Верх-вниз. Если вверх и сразу вниз, то нельзя. Мне ведь нужно начать здесь, закончить здесь и ни разу не побывать здесь. Не понимаете? Я ставлю задачу, с какой вероятностью первое возвращение будет именно после шести бросков. А по-моему, никак иначе нельзя. Так, и единственный вопрос. А понимаете ли вы, что это можно еще понять? Когда есть такая картинка, то вот этот кусочек вот обязательно вверх. Вот это обязательно вниз. Поэтому на самом деле нас волнует вот этот. А если вы, когда идешь вверх, пишет открывающую скобку, а когда идешь в ней закрывающую, то у нас получается правильная скобочная структура. А теперь смотрите, здесь то же самое. Вот это можно не смотреть, это можно не смотреть. Получается открылась-закрылась, открылась-закрылась. А теперь вопрос. Я когда у меня есть две пары скобок, и это правильная скобочная структура. Понимаете ли вы, что они либо так, либо так? Понимаете? Сколько картинок в этих вопросах? Две. Но на самом деле не две, а четыре. Потому что можно то же самое нарисовать снизу. Значит, четыре картинки. А делить на сколько? На 26. Потому что каждый раз, с вероятностью это одна вторая, получается то или то. Значит, получается число 4,64. Это одна 16. Я, пожалуй, еще одно число вычислю, но на этом уже мое терпение ломит. Еще одно число такое. Если, еще на два броска больше, с какой вероятностью после 8 бросков впервые мы вернемся на горизонтальный уровень, у равняется нулю. Смотрите, какие там картинки. Здесь были картинки с двумя парами скобок, а там будет картинка с тремя парами скобок. Поехали. Раз, два, три. Раз, два, три. Закрылись. Это одна ситуация. Дальше. Открылась, закрылась. Открылась, открылась, закрылась, закрылась. Такая есть. Дальше. Открылась, закрылась, 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 закрылась. Третья ситуация. Так, что еще бывает такого понятного? Открылась, закрылась. Не, не, не. Открылась, вот как. Открылась и закрылась. Пусть это будет одна пара. А там внутри открылась, закрылась, открылась, закрылась. Такая есть. Вопрос. Что я еще забыл? Открылась, открылась, закрылась, закрылась, открылась, закрылась. Совершенно верно. Открылась, открылась, закрылась, 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 закрылась. Вот, да? Сколько это? Пять. Вот, господа. Есть такая замечательная пациентская таланта. 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429 и так далее. Она определяется ровно так, как я сейчас сказал. Количество способов правильно расставить n пар скобок. Давайте в терминах чисел каталана мы с вами запишем. При этом очень важно, числа каталана, конечно, только в верхней сути. Поэтому, когда вы имеете дело с нашей задачей, то надо, конечно, брать не 5 разделить на 2, 8, это 128, надо брать не 5 разделить на 128, а на 2 еще, потому что картинки бывают вниз. 10, 128, да? Так, число 5, число 5, это третье число каталана. Вот, соответственно, это будет 2 умножить на C, третье. C это первая рука фамилия каталана. И разделить на 2 восьмой степени. 2 восьмой степени, это 256. 2 восьмой степени. 2 восьмой степени. 2 восьмой степени. Да, спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Так, вроде, это не справляется, если вот так шпаться. Итак, у нас есть 2 восьмой степени, это вероятно всех способов бросать монету 8 раз. И из них есть 10 способов, когда заканчивается впервые на горизонтальном уровне. Значит, вот получается 10,256, то есть 2 умножить на третий число каталан. Господа, в принципе, про число каталана можно читать отдельную огромную лекцию. И на самом деле здесь это, на малых хватит, пару раз уже было. Там есть огромное количество интересных комбинаторных свойств. Я не буду это сейчас делать. Я расскажу только способ достаточно быстро получать эту последовательность. Выписываю ее. А за десятком даже больше интереснейших комбинаторных определений, что называется, отсылаю к тем лекциям, которые были. Значит, быстрый способ вот какой. Мы, представьте себе, что посчитали, ну, например, вот до этого места. Число 1, 1, 2, 5. Оказывается, чтобы получить число 14, надо сделать следующее. Надо эти числа выписать в обратном порядке, перемножить каждый раз и сложить. И получится число 14. А если мы уже посчитали числа 1, 1, 2, 5 и 14, то надо написать в обратном порядке 14, 5, 2, 1, 1, умножить и сложить. Получится честное слово 42. Вот давайте я сейчас эту очень простую вещь про число каталана объясню. А огромные другое, значит, в море задач про них я не буду сейчас рассказывать. К тому же все равно сегодня, пока я буду говорить о путях, у меня еще одна интересная формула про число, которая все равно возникнет. Так вот, объяснение такое. Господа, представьте себе, что мне нужно работать с пятью парами скобок. Я нарисовал такие вот пустые места, там, где должны постоять скобки. Первое. Понимаете ли вы, что на самом левом месте обязательно стоит открывающая скобка? Согласны? Да, согласна. Но если она стоит, то она где-то должна закрыться. Есть разные варианты. Например, она может сразу открылась и закрылась. Или она может вот так вот. Или, возможно, такой вариант. Здесь будут какие-то две скобки, а она закроется вот здесь. Или еще вариант. Здесь будут какие-то шесть скобок, а она закроется здесь. И, наконец, она может закрыться в самый-самый последний момент. Отлично. Давайте теперь считать варианты. Для четырех пар скобок какой у нас был ответ? Для трех пар скобок был ответ 5, а для четырех пар скобок, поверьте, что ответ 14. Понятно? Вот, для четырех пар скобок ответ 14. Отлично. Ну, смотрите. Вот это стоит у нас единственным способом. Значит, здесь простая формула. 14 умножить на 1. Здесь вот две скобки. В этом они, вот эти соответственно друг дружки. Поэтому они должны вот... Здесь тоже один единственный вариант. А здесь у нас три пары скобок. А это мы знаем уже, это пять вариантов. Это пять. Здесь, здесь два варианта. Потому что когда две пары скобок, два варианта. Два варианта. А здесь тоже два варианта. Дважды два, четыре. Здесь у нас пять вариантов. И здесь, наконец, у нас 14 вариантов. Вот, ребята, если посмотреть, подумать, то становится понятно, что так всегда. То есть вот надо просто посмотреть, какая скобка соответствует самой левой открывающей скобке. Она закрывающая, она где-то находится, и она разбивает все на внутреннюю часть и на все остальное. И там, и там мы знаем сколько способов, и по индукции все выписывается. Так что вот способ вычислять числа каталана у нас есть. Правда, этот способ абсолютно не объясняет явную форму. Это ребурентная формула, довольно простая. Очень быстро на компьютере очередное число вычисляется из предыдущих. Но она не является явной.